всем большущий привет друзья вы находитесь на youtube канале компании приорити авто автомобили и спецтехника с аукционов японии меня зовут константин приветствую наши подписчики просто скажу кто переживал интересовался операция прошла успешно спасибо нашим замечательным врачам несколько недель восстановления и вернемся к нашим обзором рубрики хочу японку будем бегать прыгать и обозревать японские автомобили ну а пока я останусь в кресле и сегодня мы посмотрим что же везутся аукционов японии напрямую для личного пользования как обычно сегодня будут оценки пробеги комплектации ну и добавим немного по обзору опциям сегодняшних автомобилей что представлено в данный момент сколько потребляют топлива какой клиренс постараемся ничего этого не забыть в общем сегодня будет ваша любимая рубрика большой вывоз аукцион автомобилей я также приветствую новых подписчиков спасибо что присоединились к нам не будем долго задерживаться автомобили в сегодняшнем видео будут скорее всего пола и появляться в хаотичном порядке то есть независимо цены комплектации размеров и так далее но начнем мы все равно самого маленького автомобиля и самого доступного который будет представлен в сегодняшнем видео всего 370 тысяч рублей друзья начну наверное пожалуй с цены сразу но обращу внимание что автомобиль у нас 2011 года и многие из подписчиков на youtube или в инстаграме ссылка на который кстати в описании не готовят когда мы выставляем автомобиль который привозит для наших клиентов 2008 9 10 11 года негодуют потому что не осведомлены о том что автомобиль можно привозить под полную пошину возрастом не более 13 лет когда автомобиль старше пяти лет пошлина также огромная и самый вот основной период это просто минимальный период просто минимальный период либо старше пяти лет просто суть в том что там будет большая пошлина и все зависит от целесообразности сравнение с рынком сравнение с проходными годами поэтому все нужно просчитывать и понимать итоговую стоимость чаще всего везут непроходными малолитражки вот как представленные 0 7 литр полтора и иногда бывает 2 также там еще моменты с оборудованием какие-то на юриков какие-то на юриков с этим вопросом помогают да и устависты они просчитывают и уже помогают вашему выступлению ну давайте отступим такое выступление для осведомления надеюсь больше людей узнают об этом просто ну а сегодня у нас Daihatsu Tanto с такой приставкой EXE в комплектации R-S 2011 года с пробегом 80 тысяч километров и оценкой R такой R-R вышел у нас 370 тысяч рублей R-R у нас не глобальная замена задней двери и покраска заднего бампера на что стоит обратить внимание что салон у этого автомобиля он такой большой то есть когда ты сидишь в нем ты ощущаешь что в нем очень свободно то есть если сравнивать допустим с honda n-wagon популярным кейкаром местом в нем намного больше в этот ряд знак консультантов можно поставить Toyota Tanto 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 для больших популярностей у него у него такая симпатичная просто к высокой крыше он скептически много относится покупают только те, кто любит простого салония а те, кто хотят более изящный такой автомобиль сглашенный они покупают вот автомобили типа honda n-wagon а Toyota tank это такой среднячок получился достаточно высокий потолок но при этом кажется таким сглаженным аккуратненьким ну и в целом эффектно выглядящим но давайте обратим внимание автомобиль маленький там высокая крыша но здесь есть нагнетатель в виде турбины напоминаю что объем двигателя 0,7 лошадиных сил здесь всего 64 Но при этом для такого малыша и такого маленького объема двигателя динамика у него хорошая благодаря двигателю в турбине. Что касается комплектации, комплектация RS и в данной модификации передний привод 0.7 turbo. В комплектации всего 2 RS и RS с какой-то приставкой, то есть особо не разгуляешься по комплектациям. И в данной комплектации в сегодняшнем лоте мы имеем противотуманные фары. В линзе, как видим, у нас здесь отсутствует одну электродверь автоматическую и автоматический климат-контроль. Ну и эффекта внешнему виду салона придают кожаные вставки по сидениям. Это из особенностей данной комплектации. Небольшой багажник, в принципе, как и у всех автомобилей такого плана. Клиренс достаточно большой, 160 мм, считаю, достаточно таким проходимым для внедорожья небольшого. Ну и расход топлива, наверное, 5-6 литров в среднем будет потреблять такой автомобиль. Ни много, ни мало. Автомобиль не гибридный, с турбонадувом. Поэтому считаю, в принципе, нормальным показателем для подобного автомобиля. 370 тысяч рублей, адекватная цена. Ну а мы переходим к следующим автомобилям. Итак, далее у нас Nissan Wingroad. Автомобиль, который хочется отнести к классу Toyota Pro Box, да, рабочего автомобиля. Но в отличие от Toyota Pro Box, мне кажется, Nissan Wingroad более комфортный и приятный как по салону, так и по внешней составляющей автомобиля. Сегодня у нас 2017 год представлен. Линзы в фарах, противотуманных фар нет у него. И по комплектациям, то есть как и у Pro Box, нету каких-то прям богатых комплектаций, либо очень бедных. Часто вы у Wingroad, как и в нашем случае, встретите не автоматический климат-контроль. Есть кондиционер, но крутилки такие механические еще. Итак, у нас 2017 год, 67 тысяч километров пробег, 3,5 балла оценка. У данного автомобиля двигатель 1,5 литра и работает в данном случае у нас он в паре с вариатором. У данного автомобиля был автомат до 2014 года. Примерно до такого же года автомат сохранялся и в Toyota Pro Box. Даже вроде раньше его сняли с производства автомобиль на автоматической коробке передать. То есть, если мы вернемся к предыдущему автомобилю, который у нас был в 2011 году, Wingroad и Pro Box этого класса автомобиля также можно завести непроходными. То есть, подобрать с автоматом. Но, как факт, сегодня мы рассматриваем автомобиль на вариаторе. 1,5 литра мощность, у него 109 лошадиных сил. Сегодня у нас представлен экземпляр с передним приводом на 5 мест и с клиренсом 160 миллиметров. Расход топлива в данной модификации составляет примерно 6 литров на 100 километров и выше. В зависимости от того, кстати, как вы используете этот автомобиль. Если в багажник загрузить груз, то, скорее всего, расход будет более большим. По опционалу в данном автомобиле особо ничего не выглядели. Лишь у нас небогатая комплектация, средненькая, что-то даже ниже средненькая комплектация S. И такой автомобиль с пробегом 67 тысяч километров 2017 года, с оценкой 3,5 балла, обошелся в 720 тысяч рублей. Примерно со всеми расходами до Владивостока. Привезен для нашего клиента с республики Башкортостан с необычным именем Алмаз. Большущий вам привет и приятного использования данного красавчика. Ну а следующий автомобиль это Toyota Siento. Довольно популярный микровэн на сегодняшний день. Гибридная модификация у нас представлена с передним приводом. Данный автомобиль у нас с 2016 года с пробегом всего 39 тысяч километров и оценкой 4,5 балла. В таком вот ярком салатовом цвете в комплектации G. Данная комплектация у нас обладает контролем выезда с полосы, контролем до впереди идущего автомобиля, автоматическим климат-контролем, мультирулем, кожаные вставки у нас по салону присутствуют. В целом салон тканевый, обивка сидений у нас тканевая. Из подключаемых к систему автомобиля также есть эко-мод, EV-мод, анти-юз, отключение шума батареи и также электрические, автоматические скользящие боковые двери. Которые, соответственно, открываются с кнопки. И так с двух сторон. Круто! Кстати, также остался комплект колес зимних от японца. Сам автомобиль пришел на летней резине, на нештатных литых дисках. Также комплектация у нас идет на 7 мест. Есть также комплектации на 6 и 5 мест, соответственно. Довольно большой багажник. В один ряд с этим автомобилем ставится Honda Freed. И они сейчас являются, наверное, основными конкурентами. Клиренс у автомобиля 145 мм. И расход начинается от 4 литров. Двигатель и в целом техническая часть у нас схожи с такими автомобилями, как Toyota Aqua, которая является полностью гибридной, и Toyota Corolla Fielder в гибридной модификации. Мощность гибридной установки у данного автомобиля 45 кВт. И при таких показателях 39 тысяч километров, пробег 4,5 балла, оценка 2016 год, данный автомобиль обошелся в 1 160 000 рублей со всеми расходами до Владивостока для нашего клиента с города Мытищи, Владислава. Ну, шикарный автомобиль. Он симпатично смотрится. У нас есть противотуманные фары, также линзы в фарах. В целом, автомобиль имеет эффектный внешний вид и, как факт, набирает популярность у российского покупателя. Ну, а мы переходим к следующему автомобилю, тоже довольно популярному. Я вот думаю, как бы не привыкнуть к этому положению снячему. Очень удобно рассказывать про автомобили. Друзья, ну, а продолжаем мы с очень популярным хэтчбэком на сегодня. Это Honda Fit. У нас, получается, третье поколение, второй рестайлинг, которое начало свой путь с 2018 года. Как раз-таки у нас сегодня 2018 год. И модификация у нас 1,3 литра передний привод. То есть у нас не гибрид, не робот, а двигатель 1,3 литра работает в паре с вариатором и выдает 100 лошадиных сил. То есть очень часто вы можете встретить в наших видео эту марку, модель автомобиля. Ну, как факт, вот сегодня я хочу сказать, что он на вариаторе. И те, кто боятся робота, берите 1,3 на вариаторе. То есть едет он не намного хуже, топливо потребляет не намного больше, а в целом вы получаете все то же самое. По салону то же самое, по внешнему оснащению то же самое. И наслаждаетесь этим компактным хэтчбэком, городским автомобилем. Сегодня у нас экземпляр на 50 тысяч километров пробега, аукционная оценка у него 4,5 балла, 2018 год. То есть у нас автомобиль практически в идеальном состоянии, и такой экземпляр обходится в подобной модификации. 1,3 литра не гибрид, 890 тысяч рублей. Это второй рестайлинг цена. Первый рестайлинг вы можете получить, ну, подешевле, от 750 тысяч рублей, если рассматриваете подобное состояние. Я в наших видео не рассказываю о ценах на R-ки, битье и так далее. То есть я говорю по факту цены от-от, но на варианты примерно до 100, в районе 100 тысяч километров пробега, и с оценкой 3,5-4 балла, ну, либо незначительной R-очкой. Поэтому такой вот замечательный экземпляр. У него достаточно вместительный багажник. Комплектация у нас сегодня представлена F-кнопка, старт-стоп, автоматический климат-контроль, сенсорная панель управления климатом, полумультируль с возможностью управления показаниями приборной панели, контроль до впереди идущего автомобиля, контроль выезда с полосы, ну, и тканевый салон. У нас такая средненькая комплектация сегодня. Ну, и, в общем, вот такой экземплярчик, 890 тысяч рублей. А мы едем дальше. Следующий автомобиль часто начал встречаться в наших видео, часто встречаться стал мне и нашему экспедитору в портах. Ну, снова стал актуален, ввиду того, что на какие-то автомобили растет цена, а на него, ну, не так сильно ощутимо, да, подросла цена, так как в основном Toyota Arachis является непроходным автомобилем, приобретаемым на аукционах Японии, потому что, ну, более выгодно, опять же, проходные, они там подороже. И вот этот автомобиль на аукционе всего, всего лишь стоит 70 тысяч рублей. А на выходе он получился со всеми расходами, пошли наиболее 400 тысяч рублей, в 620 тысяч рублей. Вот представляете? Жили бы в Японии, взяли бы, сделали Шакен и катались бы на нем. Свободно за, там, ну, 100 тысяч рублей вам, в общем бы, обошлось. А здесь, в России, 620 тысяч рублей. Неплохая такая разница. Но, ну, давайте ближе к делу. У нас сегодня Toyota Arachis 2009 года, с пробегом 92 тысячи километров пробег, 4 балла оценка и комплектация GL Package. У нас первое поколение рестайлинг, которое выпускалось до 2010 года. Далее пошел второй рестайлинг. И тут момент в том, что данный экземпляр у нас идет еще на автомате. А вот следующий рестайлинг уже автомат убрали, и автомобили начали выпускать только в паре с вариатором. А вариатор у нас работает в паре с двигателем на полтора литра. У нас сегодня модификация 4WD, 5 мест, 135 миллиметров клиренс у данного автомобиля. И расход топлива примерно от 6 литров на 100 километров в среднем. Довольно большой багажник, довольно просторный в салоне. И, кстати, здесь тоже Япония составил второй комплект колес в подарок. В целом автомобиль пришел на летней резине, на литых нештатных дисках. Мощность у данного автомобиля 105 лошадиных сил, поэтому он остается довольно динамичным. Но по опциональности салона достаточно скудновато на самом деле. У нас нет мультируля, но он кожный. Есть автоматический климат с кнопочками, все как положено, не механические крутилки. Но в целом опционал на этом заканчивается. Светлый тканевый салон. Ну и с такими показателями. В 92 тысячи километров пробега, четверка, оценка, 4ВД, 2009 год. Автомобиль обошелся в 620 тысяч рублей для нашего клиента с города Владивостока Алексея. Ну а мы переходим к следующему автомобилю. За мной находится автомобиль, который я ранее упоминал в сегодняшнем видео. Это Хонда Фрид. Фрид покупается чаще всего непроходных годов. Десятый, девятый, одиннадцатый, двенадцатый. Объясняю почему. Все элементарно. Потому что более младшее поколение, да, более новое, стоит на порядок дороже. Поэтому в основном народ обращается к покупке Хонды Фрид первого поколения. Сегодня у нас модификация передний привод гибрид 2012 год с оценкой 4 балла и пробегом 112 тысяч километров. У нас модификация, комплектация точнее на 6 мест. Есть вариант еще на 7 мест. По комплектации у нас гибрид Just Selection. И данная комплектация обладает полным кожаным мультирулем с адаптивным круиз-контролем. Климат-контроль у нас автоматический. Также у нас сдвижные двери автоматические, электрические. Полукожный салон с поддержками и подлокотниками. Наверное, на всех сидениях. Что первый ряд, второй и третий ряд у нас, соответственно, откидывающие. То есть мы можем его убрать и получить более вместимый багажник. Хонда Фит Гибрид обладает двигателем на полтора литра. Работает он в паре с вариатором. Мощность гибридной части у нас составляет 10 киловатт. Это совсем немного. То есть гибрид у нас, можно сказать, неполноценный. Гибрид у нас здесь больше для динамики и совсем чуть-чуть для экономии топлива. А расход топлива примерно 5 литров на 100 километров. Точнее, от 5 литров на 100 километров. Ну и клиренс у автомобиля 150 миллиметров. Для микровена или можно еще его назвать компакт-веном, это достаточно хороший клиренс даже по сравнению с тем же Фитом, да, хэтчбэком. Поэтому выезд на природу становится, ну, беспроблемным, ну, можно сказать, но не на бездорожье. Ну и мощность гибридной модификации 88 лошадиных сил. При таких показателях 112 тысяч километров, четверка оценка 2012 год и хорошая комплектация. Автомобиль обошелся в 860 тысяч рублей со всеми расходами до Владивостока и даже с установкой кнопки AeroGlonass. Отправляется данный экземпляр к нашему клиенту Андрею в город Красноярск. Ну, а мы переходим к самому доступному кроссоверу на сегодняшний день. Toyota Rush является не только самым доступным кроссовером на сегодняшний день, но и одним из немногих кроссоверов, которые вы можете приобрести на автоматической коробке переключения передач. И момент в том, что этот автомобиль сняли с производства в 2016 году. То есть история его в 2016 году оборвалась. Ну, а сегодня у нас достаточно яркий представитель этого автомобиля. Toyota Rush 2010 года с пробегом 93 тысячи километров и оценкой 4 балла. В комплектации X Smart Edition. И у нас полный привод. Есть модификация с задним приводом. И в такой модификации у автомобиля 109 лошадиных сил. Динамик у автомобиля не сказать, что на высшем уровне. Но, как для городского кроссовера, этот автомобиль вполне под это описание он подходит. Клиренс у данного автомобиля 200 миллиметров. И расход топлива примерно от 7 литров на 100 километров. Расход для такого небольшого объема двигателя достаточно высокий. И отношение к этому автомобилю достаточно разное. Многие жалуются на ненадежность его технических показателей. То есть его трансмиссии. Чаще всего я сталкивался с таким моментом, что больше всего жалуются на трансмиссию. Ее работу и ее ресурс. Сам ничего по этому поводу сказать не могу. Этот автомобиль не эксплуатировал. Привозили мы их достаточно много. Пока жалоб какой-то обратной связи от клиентов не было. Поэтому пока с уверенностью могу сказать, что это самый доступный кроссовер. И кроссовер один из немногих, которые вы можете приобрести на автомате. Но такой экземпляр 2010 года с пробегом 93 тысячи километров. Оценка 4 балла. В неплохой комплектации. Обошелся со всеми расходами до Владивостока 900 тысяч рублей. Вообще цена на него стартует, если опять же взять неплохие варианты, примерно от 800 тысяч рублей. Там с пробегами больше 100-3,5 балла. Оценка сегодня у нас практически идеальный экземпляр для своего года. И отправляется он в город Кызыл к нашему клиенту Александру. Ну а мы выходим на финишную прямую и рассмотрим два крайних автомобиля. Довольно быстро набирающий популярность на территории России Subaru Levorg сегодня у нас представлен в шикарном черном цвете. Немного совсем об этом автомобиле. Так как у нас есть полный обзор на этот автомобиль, можете найти ссылку в описании. Если интересно, посмотреть полный обзор вот этого красавчика. У нас сегодня модификация 1,6 литра, комплектация GT Sight и пробег 100 тысяч километров. У данного экземпляра оценка 4 балла 2016 год. Вообще Levorg начинаются примерно от 1 миллиона 80 тысяч рублей со всеми расходами до Владивостока. Но это за варианты с пробегом под 150 тысяч километров. Возможно это будет 2014 год. В общем есть разные варианты. Нужно смотреть варианты, которые продаются под ваш бюджет. Поэтому в принципе на аукционах все реально. Но если вы хотите полный жир, пробег за 50 тысяч километров в шикарном допустим черном цвете за 1 миллион, это вряд ли получится сделать. Как факт. И сегодня у нас кожный мультируль с адаптивным круиз-контролем, три режима поездки, раздельный климат-контроль, тканевый салон. Можно также получить кожный салон, полностью кожный салон. У всех комплектаций линзы в фарах, LED-полоски, противотуманные фары, повторители в ушах, повторители в бампере. И клиренс у данного автомобиля довольно-таки небольшой. 130 миллиметров. Но у нас сегодня уже был примерно такой клиренс у фита. Здесь еще меньше на 5 миллиметров. И расход топлива заявленный по каталогу от 6 литров на 100 километров. Ну друзья, у нас турбо 170 лошадиных сил. 1,6 литра объем двигателя. Динамика у автомобиля изумительная. Да, она еще лучше, когда вы берете модификацию 2 литра, там 300 лошадиных сил. Но сегодня у нас экземпляр именно на 170 лошадиных сил. И расход у данной модификации, как по мне, не пользовался еще этим автомобилем полноценно. Но по показаниям тех автомобилей, которые приходили для наших клиентов, это 8-9 литров на 100 километров минимум. Там уже по факту экспериментировать вам. И фактически данные получит уже владелец данных, данных экземпляров, которые привозятся для вас напрямую с аукционов Японии. Как факт, я вижу шикарный автомобиль с хорошей динамикой, но и довольно современный за довольно неплохие деньги. Можно же так сказать, наверное, если взять там в миллион 100, к примеру, неплохой вариант. Я думаю, можно найти такой на аукционах. И если получить его в такую цену, ну, довольно-таки неплохо. Ну, идеальные экземпляры с небольшим пробегом. Примерно миллион 250, миллион 300. Это то, к чему нужно быть готовым. У автомобиля полный привод, поэтому он полностью готов к эксплуатации в заснеженных регионах нашей страны. И также в этом автомобиле японец оставил комплект колес в подарок. Это уже третий, насколько я запомнил в сегодняшнем видео. Ну, а мы переходим к раннему автомобилю на сегодня. Тоже достаточно интересный экземпляр. Давайте начнем с того, что есть три абсолютно одинаковых автомобиля. Toyota Nov, Toyota Voxy и Toyota X-Quer. То есть, абсолютно одинаковая техническая часть и небольшие изменения у каждого автомобиля по внешности. В основном это касается решетки радиатора. Такая же история есть и у Хонды. К примеру, был Хонда Аккорд и Хонда Торнео. Ну, еще ряд автомобилей, которые по технической части абсолютно одинаковые. Кузов у них одинаковый. И там изменения какие-то по оптике, по решетке радиатора, по каким-то отдельным вставкам. Ну, есть понимание обычно у таких автомобилей. Да даже Mark II и Toyota Chaser, это по факту та же самая история. То есть, внешка, она разная по оптике в основном. А внутренняя техническая часть, она абсолютно одинаковая. И здесь, мне кажется, разделение идет по возрасту, что ли. Я бы сказал, что Toyota Nov, допустим, является таким более семейным автомобилем. Для взрослого мужчины, к примеру. Voxic это более молодежный такой экземпляр. А Esquire это самый такой богач, к примеру. Выглядит он, наверное, богаче всех внешне. Но в целом он толком ничем не отличается. Имеет какие-то дополнительные, более жирные комплектации, в которых есть крутые опции, которые отсутствуют в Voxic или Noach. Ну, вот такое лирическое начало, для того, чтобы вы понимали, для чего вообще вот это разделение есть у одних и тех же марок, да, на модели с одинаковой технической частью. Ну, согласитесь, Esquire смотрится шикарно. То есть, решетка радиатора напоминает решетку Toyota Alphard, самого богатого микроавтобуса, который сейчас, наверное, есть на внутреннем рынке Японии. Ну, если не брать, может быть, какой-нибудь свежий El Grand, крутые там версии Хайса, но это уже лишнее. Самым богатым, наверное, считается сейчас именно Alphard. Сегодня у нас первое и единственное поколение Toyota Esquire, но в рестайлинге, которое пошло и с 2017 года. И у нас как раз-таки сегодня представлен именно 2017 год. У автомобиля пробег 51 тысяча километров. Оценочка у него R и комплектация Hybrid XI. У этой комплектации есть раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль. И по опциям у нас одна автоматическая электродверь, вторая у нас механическая, открывать только вручную. В потолке есть монитор и потолок у нас, кстати, темный, чего я не встречал, ну, вроде не встречал в Нохе и Воксе. У нас комплектация на 7 мест, ну и в целом они в основном идут на 7 мест. Если мы убираем задний ряд, он у нас также откидной, как и у многих минивэнов, получаем довольно вместительный багажник. Ну и помимо крутой решетки радиатора, рестайлинг получил довольно крутую притязательную оптику, что у нас фары, что стопы. И также выделяется передний бампер у нас хромированными вставками. В оптике, в передней, есть две линзы. Что касается технических характеристик, мощность гибридной установки у нас 60 киловатт. Передний привод, объем двигателя 1,8 литра, что не отличает Esquire, Нох Воксе от того же Prius по технической части. Клиренс у микроавтобуса, минивэна нашего, достаточно хороший, 160 миллиметров. Ну и расход топлива, как и у всех гибридных автомобилей от Toyota с таким объемом двигателя и такой мощностью гибридной установки, от 5 литров на 100 километров. Довольно хороший показатель. Вместимость, небольшой расход, ну и шикарный внешний вид позволяют минивэну оставаться на высоте. Ну и такой экземпляр 2017 года. Toyota Esquire. Рестайлинг. С пробегом всего 51 тысяча километров пробега. И комплектация XI с оценкой R. Но R-ка, R-ки рознь, тут вообще ничего не было. На самом деле на схеме даже ничего не отмечено. Поэтому почему присудилась оценка R, остается только догадываться. И данный экземпляр с такими показателями обошелся всеми расходами до Владивостока в 1 миллион 685 тысяч рублей. И это даже с установкой кнопки R-оглонас. Данный автомобиль отправляется в Томскую область к нашему клиенту Денису и будет шикарным представителем в данном регионе. Друзья, ну и не забывайте, что у нас открылся офис в городе Москва. Это никакая не франшиза, это наш филиал, это наш менеджер в городе Москва. Контакты также в описании. И наш сотрудник передает вам привет прямиком из офиса города Москвы. Всем привет, с вами компания Priority Auto. Меня зовут Данил и я являюсь представителем в городе Москва. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу приобретения автомобилей или специфики с оттрунах в Иконии, можете обращаться ко мне. Я буду вас ждать. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Константин, компания Priority Auto. Все ссылки на каталог, в котором вы можете посмотреть цены на интересующие вас автомобили, находятся в описании под этим роликом. Также все контакты находятся в описании под этим роликом, по которым вы можете получить бесплатную консультацию. Спасибо вам всем большое за просмотр сегодняшнего ролика. Остаемся на связи. Все еще впереди большие вывозы. Придем в себя, начнем снимать рубрику «Хочу японку». С вами был Константин. До новых встреч. Пока. Компания Priority Auto. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка. Доставка. Растаможивание. Priority Auto. Ваш надежный поставщик. Растаможевание. Продолжение следует. Растаможда.